Киевская «Динамо» — единственная постсоветская команда, добившаяся существенного успеха в год столетия российского футбола, вернее футбола бывшего СССР. Игры, игроки и тренеры этой команды продолжают оставаться темой недели в футбольном клубе. В прежние годы, когда «Динамо» обыденно проигрывала на довольно дальних подступах к серьезным европейским турнирам, то обстоятельство, что киевляне для нас сейчас команда заграничная, мешало развитию глубокого к ней интереса. Сейчас ситуация прямо наоборотная, и это естественно. Не может быть ничего занимательного в соседских проблемах, зато успехи интерес пробуждают. Интерес, построенный во многом на ревности. Они могут, а мы нет, хотя между нами так много общего. Наверное, часто приходится интервью давать. Надоело? Ну, в последнее время да. Ну, часто есть такое у меня желание поговорить просто. Серьезно? Да, ну, бывают иногда моменты, когда просто от этого устаешь, особенно после последних игр. Ну, надоедают люди своими такими вопросами. А какие вопросы больше всего надоели? Ну, как настроение перед игрой, например, или как вы готовитесь. Ну, больше всего такие, то есть людей ничего не интересует практически, как настроение. Как может быть настроение перед такой игрой? Андрей Шевченко. Тот, кто сделал хет-трик на «Ноукамп». Феноменальный эпизод, который работает с одной стороны на образ киевского «Динамо» как команды машины, состоящей из запрограммированных на разгром соперник роботов, с другой возбуждает интерес к автору, то есть интерес сугубо человеческий. Он с 17 лет в киевском «Динамо». Юноши его приглашали «Алания», «Реал», «Сампдориа». Сейчас ему 21, и конъюнктура растет. «Ньюкасл» предлагает 16 миллионов, «Милан» 17, «Манчестер Юнайтед» 20. Возможно, больше предложат оскорбленные Андреем «Барселона». Я думал, надоели вопросы о 17 миллионах, о предложении «Милана». Не, я на это не обращаю внимания. Мне это... да. Я не отказываюсь от этого. Я, наоборот, я вижу еще больше перспективы в этом. То есть, если я остаюсь в этой команде, ну, в «Хиевском «Динамо», которая практически... ну, это сделало меня футболистом. Я с раннего детства в этой команде, то есть... И практически сделала с меня Шевченко того, который сейчас есть, ну, я имею в виду в футбольном мире. И почему не вижу я перспективы? А вот четвертьфинал. Команда попала в восьмерку лучших команд Европы, правильно? Разве это не перспектива? Как бы два, получается, аспекта. С одной стороны, ты говоришь, что вот поработать на команду, с другой, возможно, эта перспектива еще не самая большая? Нет, ну, да, это само собой, конечно. В принципе, это немножечко взаимоисключающие вещи. Мне было 17 лет, у меня было приглашение уехать в Испанию. И... И так решили здесь остаться. И пошел рост, правильно? То есть, можно назвать, ну, сумма трансфера того, это просто смешная. Я не знаю, просто какие деньги сейчас предлагают, ну, так, о чем пишут, это просто даже смешно. В этом году твоя команда, за которую ты играешь, вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Это очень серьезный успех. В то же время другая твоя команда, сборная Украины, не попала на Чемпионат мира. То есть, получается, что у тебя очень большой успех и достаточно серьезная неудача. Их разделили буквально, по-моему, полторы недели. Что сильнее? Ну, я думаю, чемпионат мира все-таки повыше, чем выход в Лигу Чемпионов. Ну, это праздник, это чемпионат мира. Ну, на Чемпионате мира, наверное, у сборной Украины было бы поменьше шансов, чем у Динамы Киев в Лиге Чемпионов. Ну, конечно, было бы поменьше. И это не имеет значения в данном случае? Чемпионат мира, это чемпионат мира. Скажи, а вот тебе приходила в голову мысль, вот сборная Украины чуть-чуть не пробилась на Чемпионат мира, сборной России чуть-чуть тоже не хватило, но вот еще в Грузии есть несколько очень интересных игроков. У тебя не бывает таких, или ты вообще об этом не думаешь, что, в принципе, вот если бы сейчас из этих игроков... Я об этом думаю, я даже могу сказать. Вы думаете о том, что если бы вместе совместить эту команду, да, почему я об этом не думаю? Я смотрел параллельно игру сборной Украины и сборной России. Мне было... я очень... к этому так нервно отнесся, к этому первому мячу забитому. Мне уже не хотелось смотреть даже. Некоторые сентенции Шевченко кажутся настолько правильными, настолько соответствуют командной идеологии, что начинаешь сомневаться в искренности собеседника. Хотя нельзя забывать, что слова аморальных обязательств перед воспитавшим его клубом и прочие сентиментальности, подкрепленные поступком, Шевченко верит в своей команде на деле. Это останется загадкой, и это нормально. Мы видим его только на футбольном поле. Мы не знаем особенности его характера, его частной жизни, мы не общаемся с ним неформально. Для нас Шевченко уже навсегда иностранец. Разводишь впечатление человека очень домашнего. Это так? Нет, не совсем. Не так? Как только у меня появляется время, я обязательно заезжаю домой. Но я не домашний человек. Не домашний? Нет. Тогда я не понимаю, развлечения тебя не интересуют? Нет, почему? То есть, например, к семье отношусь, я обязательно заезжаю. Но я считаю себя не домашним, потому что я больше времени отдаю своим друзьям. У меня товарищей, у меня много очень. Много? Да. Ну, я каждому стараюсь уделить какое-то время, чтобы не думали обо мне, что я зазнался или еще что-то. То есть, для меня это будет неприятно, если кто-то обо мне так будет думать. И поэтому у меня так получается, что свободное время практически нет. Я начинаю ездить к одному, ко второму, к третьему, к четвертому. Понятно. А вот друзья у тебя в основном с детства или уже позже приобретенные? Ну, и с детства, и позже приобретенные, конечно. Ну, друзей очень мало. То есть, это близкие люди, там, товарищи, с которыми ты можешь поделиться. Друзья только познаются, когда горе случается, правильно? Раньше для, ну, практически для всех, ну, ты был просто Андрей Шевченко, там, хороший человек или плохой человек. Ну, просто человек. А сейчас, скажем, кто-то, может, захочет к тебе в доверие специально втираться. Ты теперь величина, тебя теперь можно как бы использовать. Ты об этом вообще не думаешь? Я? Да. Ну, как, ну, задумываясь, ну, я не очень об этом думаю. Как, ну, как меня можно использовать на счет этого даже? Ну, впервые тебе за тебя замуж. Нет, об этом. Это очень тяжело. Вообще невозможно, фактически. Серьезно? Да. В нынешнем «Динамо» Шевченко главная звезда. В этой команде такое положение всегда было особым. Великого Блохина, к примеру, нельзя проассоциировать с капитанской повязкой. Шевченко играет красиво, но ребров забивает больше него. Шевченко самый дорогой игрок команды, но при этом его нельзя назвать лидером в общепринятом и полном смысле этого слова. Это историческая черта киевского «Динамо». Главная доминанта коллектива. Когда не игра строится вокруг звезд, а наоборот, звезды загораются, только будучи вписанными в командный рисунок. Пока никто из великих киевян прошлого не заиграл на Западе. Год ты работаешь с Лобановским. Твое самое главное впечатление? Для меня то, что все действия направлены на результат. На достижение какой-то цели. То есть, получается, самое главное, что изменилось, самое главное, что было привнесено, вам показали цель? Она была, ну то есть, все действия, я имею в виду, все быт, на базе, все разговоры подчинены к одному. Это достижение цели. Все, у нас все расписано. Есть ли какое-то такое объективное, серьезное препятствие, ну кроме, естественно, силы со сильными словами? Самое большое препятствие, это чтобы игроки не останавливались в росте. То есть, каждый не думал о том, что мы чего-то достигли. Мы вообще ничего не достигли. Даже, ну это, частицы даже нет. Вот это самое главное препятствие. Продолжение следует...